Вот это, кстати, тоже, знаете, интересный момент, даже вот этот вот обращающийся ко мне человек, он сам меня дергает, дергает причем на эту тему, а когда я отвечаю, он говорит, поднимаешь фит, ну, представляете, вот это то же самое, что подойти к человеку, врезать ему, когда он начинает защищаться, его ответку тебе, тебя бьет, ты начинаешь кричать, о, меня бьют, меня бьют, вместо того, чтобы, понимаете, люди, которые говорят, что нет у нас границ, там все равно сейчас Россия, так выше по этому поводу и возникаете, ну все, оставьте тогда тему, если это Россия, нам никакие земли не принадлежат, то кому какое дело, что они там, как они там границу перечертили между собой, это же не наша тема. Тумсо, у тебя будут дебаты с тем админом у Тадагестана? Нет, у меня не планируются дебаты, да и в целом, просмотрев сегодняшнее его видео, которое он назвал Тумсо, ответ Тумсона Ударов-Ману, ответ это когда на какие-то предъявленные человеком вопросы или какие-то обвинения на них отвечают, а здесь не было никаких ответов на сказанное мной, поэтому не знаю, почему он это так назвал. Вообще, знаете, я посмотрел это видео, он сначала, сначала он палил меня так хорошенько, затем обвинил меня в том, что я не просто полезный дурак, а я еще и засланный казачок, засланный Кадыровым, Кремлем, и мне вообще, значит, Кадыров всячески помогает, выводит меня в тренды, и даже то покушение, которое было на меня совершено, он в нем не сомневается, что покушение было, но кем оно было организовано, вот этот вопрос, что бы это ни значило. И затем, после всего этого, он говорит, значит, у меня предложение, так как мы с тобой оба стоим на позициях Агалю Сунову Аль-Джама'а, я предлагаю там заключить какой-то договор. Я не знаю, как это вообще, понимать, как это комментировать. Целый ролик, целое видео посвящено тому, что меня сначала поливают из говномета, там даже музыка, песни какие-то в ролик вкладываются, какие-то там комментарии, пытаясь как-то задеть там, где-то на грани оскорбления. Потом тебя прямым текстом обвиняют в том, что ты вообще, по сути, засланный казачок, ты работаешь на врагов, а не ты их человек. И после этого, в конце это все заканчивается заявлением о том, что, ну, в принципе, мы с тобой оба стоим на позиции Агалю Сунову Аль-Джама'а. Я, честно говоря, как-то призадумался, может, я не знаю, человек с приветом, как он себе это представляет, как можно одновременно быть из числа Агалю Сунову Аль-Джама'а и работать на явных врагов, быть засланным казачком, это, в общем, для меня это было что-то новое, поэтому я даже не стану, наверное, как-то дальше эту тему развивать, ее комментировать. Так как там были озвучены конкретные утверждения, что якобы я там в семнадцатом году делал заявление, что имам Шамиль является предателем, ну, надо обосновать. Для начала надо все-таки это обосновать, либо если не предъявляются никакие доказательства, просто делаются такие заявления, то это просто откровенная ложь, а со лжецами дальше разговаривать смысла нет. Да и вообще формат любых дебат, любых споров, он подразумевает, даже вот в суде, когда оказываются две противоборствующие стороны, сначала высказывает одна, значит, свои обвинения, потом вторая сторона, она либо принимает, говорит, да, мы виноваты, мы принимаем, либо говорит, нет, мы не признаем эти обвинения, и после этого обвиняющая сторона должна уже аргументировать. Здесь произошло то же самое, сначала были высказаны обвинения, эти обвинения были мной не признаны, и я на них ответил, и вот следующий шаг должен был быть как бы уже обоснованно, значит, вот ты здесь вот это сказал, вот тебе, значит, доказательства, вот ты здесь это сказал, вот, то есть обвинения должны были как-то доказываться. А здесь произошло, что просто опять голословные какие-то обвинения, и после этого какое-то предложение какого-то заключения союза, чувак, ну, этот, по дефолту этот договор у нас как бы был, если бы ты не высказал, не открыл бы свой рот в мою сторону, то этот договор, он как бы негласно существовал, никто тебя не трогал, никто эту забытую тему не поднимал, то есть ты сам ее, ты сам открыл свой рот в мою сторону, сделал какие-то обвинения, теперь, когда я тебе ответил, ты предлагаешь заключить какой-то договор, причем делаешь это сначала, уделив нам 20 с лишним минут на обвинение в мой адрес, на какие-то там попытки меня задеть, уголоть, а после этого делаешь подобное предложение. Ну, если ты нуждался в этом мире, в этом договоре, ну, что тебе мешало просто меня не трогать, вел бы свою деятельность дальше. Сейчас, увы, тебе придется либо обосновать как-то все то, что ты там сказал, хотя бы часть этих обвинений, либо можешь дальше записывать ролики, хайповать там на моем имени, я не намерен давать тебе эту минуту славы. Тумсо, почему ты поднимаешь тему с Дагестаном про имама Шамиля, если знаешь, что это приведет к смуте? Ну, а как я ее поднимаю? Где ты видел, чтобы я ее поднимал? Вот это, кстати, тоже, знаете, интересный момент, даже вот этот вот обращающийся ко мне человек, он сам меня дергает, дергает причем на эту тему, а когда я отвечаю, он говорит, поднимаешь фитну. Представляете, вот это то же самое, что подойти к человеку, врезать ему, когда он начинает защищаться, его ответку тебя бьет, ты начинаешь отвечать, «О, меня бьют, меня бьют». Ну, вообще, это, конечно, неплохой метод, но он нечестный, понимаете? Зачем ты поднимаешь тему? Это когда ты вот ни с того ни с сего взял тему, поднял, вот не было ее, и ты что-то раз опубликовал что-то или видео на эту тему записал, просто поднял тему. Вот это называется «поднял». А когда кто-то сделал то, что ты говоришь, что ты поднял эту тему, и она уже стала обсуждаться, и к тебе ее занесли, и ты прокомментировал или ответил на какой-то вопрос, касаемый этой темы, ты ее не поднял, ты просто тоже оказался в этой теме. Но ты не являешься инициатором ее, понимаете? Твой кумир Дудаев не говорил, что кто прав в этом вопросе. Он сказал «Границы Ингушетии до Дагестана, Чечни до Кабарды». Честно говоря, не слышал, чтобы Дудаев так сказал, но я слышал, что Аушев, по-моему, так говорил. Но я-то в целом согласен с этим, я тоже тебе это скажу. Никаких вопросов. Хотел бы я, чтобы так было, очень бы хотел, хотел бы я, чтобы мы все вместе дружно в 90-х выступили против России, все дружно отстояли свою независимость, заключили единый союз и жили без каких-либо границ между нами. Хотел бы я, очень бы хотел. Но, увы, не я виноват в том, что этого не произошло. И ни Дудаев, и ни чеченцы, и ни Чеченская республика Ичкерия в этом виноваты. Поэтому, думаю, к нам, в этой теме к нам как раз-таки вопросов быть абсолютно не может. А даже имея единое государство, единое пространство, отсутствие границ, означало бы это, что теперь можно было бы какое-то село взять и кусок этого села приписать другому селу. Не означало бы. Все равно эти моменты нужно было бы охранять, чтобы не было несправедливости. Поэтому, понимаете, можно красиво говорить лозунгами, но от этого не меняется суть. Если где-то несправедливость произошла, то ее надо устранить. Если ее устраняют, то, ну, хвала Аллаху. Вместо того, чтобы, понимаете, люди, которые говорят, что нет у нас границ, там все равно сейчас Россия. Так вы же по этому поводу и возникаете. Ну все, оставьте тогда тему. Если это Россия, нам никакие земли не принадлежат, то кому какое дело, что они там, как они там границу перечертили между собой? Это же не наша тема. Она же российская вся эта граница. Соответственно, мы не должны эту тему разногласить. А раз вам же, в первую очередь, это и не нравится, что там где-то что-то они делают, ну тогда не предъявляйте претензии ко мне и к другим, которые вам лишь отвечают на ваше возмущение. Субтитры создавал DimaTorzok